Большое вам спасибо. Хочу приветствовать всех участников. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я сейчас свое видео отключу для того, чтобы, скажем, не тормозил мой интернет. Итак, для HIV, TB, COVID-19, а также для неизвестных заболеваний, мы поддерживаем революции РНД. Во всех сферах заболеваний, и ВИЧ, и туберкулез, и теперь COVID-19, и неинфекционные заболевания. Во всех этих сферах мы сейчас требуем расширения инвестиций в исследования и разработки. И речь идет и о том, в каких именно областях, каких именно болезней будут идти эти исследования и разработки, и для каких групп населения. Также мы хотим понять, каким образом проводятся исследования и разработки, для того, чтобы они могли принести максимальную пользу. Что касается туберкулеза, хочу привлечь ваше внимание к пункту 2 здесь. Есть потребность в открытых и совместных исследованиях и разработках. Когда были разработаны препараты бедаквилин и деламонид, компании не хотели делиться своими монетами. Для того, чтобы была разработана эффективная схема лечения. И тогда пришлось вмешаться врачам без границ, для того, чтобы это сделать. Второе требование, которое касается биомедицинских исследований и разработок заключается в том, что если эти разработки делаются за счет правительства, они должны получить статус общественного блага или общественного достояния. По нашему определению, они должны быть освобождены от права интеллектуальной собственности. А, и от других барьеров, которые мешают их продвижению. И по возможности, вот эти инновационные средства должны стоить практически по себестоимости, если это возможно. И прозрачность. Это обязательное требование, особенно если речь идет об исследованиях и разработках при государственном финансировании. Что касается туберкулеза, да, и это недавно было подтверждено в отчете Treatment Action Group. Основное финансирование этих исследований поступает за счет государства. Next. And yet time and time again we fail to tie government funding with access provisions, with that checklist I showed you. И очень часто нам так и не удается как-то соединить государственное финансирование исследований с обеспечением доступа к этим новым препаратам и средствам диагностики, как я вам показывал в предыдущем списке. So one example is Cefed TB and COVID tests. Ну один из примеров, да, компания Cefed разработала тесты на туберкулез и на ковид. Although Cefed received vast government funding from the US, as well... Yeah, go ahead. And although Cefed TB received vast government funding from the US, as well... As well as subsequent funding from philanthropic sources and government, And, кроме того, последующие финансирования из самых разных источников и правительства. It is Cefed alone that sets the terms in terms of the price and access. Теперь компания Cefed самостоятельно, лично утверждает свои собственные цены и доступ к этому препарату. Also, for Cefed's COVID tests, they received funding again from the US government. Что касается теста на COVID, опять компания Cefed получила финансирование от правительства США. Unfortunately, there was no provision tied with the funding to make that COVID test affordable or available, including for low- and middle-income countries. И, к сожалению, в договоре не было пункта о том, что этот тест должен быть, стать недорогим и доступным для стран с низким и средним уровнем доходов. Цена для стран с низким и средним уровнем доходов составляет 20 долларов. И 35 долларов для стран с высоким уровнем дохода. Also, in terms of supply, Cefed only committed 20% of its supply for low- and middle-income countries. Следующий пункт – поставки, да. Cefed себе запланировал поставки своих тестов на уровне всего 20% в страны с низким и средним уровнем доходов. Next. You already heard from my colleague that given the cost of manufacturing and a healthy profit, Cefed could be selling their TB tests and their COVID tests for $5, a cartridge. Well, you already heard from my colleague that given the cost of production, the cost of production and the cost of production, Cefed could be selling their cartridges for $5, a piece. Next. Another example in TB is the development of the DRTB drug Badaquilin. Еще один пример в сфере туберкулеза – это разработка препарата прямого действия против туберкулеза – Badaquilin. Based on analysis, the government funding from governments for Johnson & Johnson for Badaquilin was double or up to five times what the company actually invested. Analyze показывает, да, что государственное финансирование для создания препарата Badaquilin в пять раз превышает собственные инвестиции этой компании Johnson & Johnson. So although government paid the most money for the drug development, government had no say in the price or access provisions. И при том, что правительство заплатило львиную долю за создание этого препарата, у правительства нет права голоса при определении цены этого препарата на рынке. Johnson & Johnson set the price for middle-income countries for $3,000 for a six-month supply. Johnson & Johnson установил цену $3,000 на 6-месячный курс для стран со средним уровнем доходов. The price has since, because of pressure, gone down to $1.50 a day. После этого на компанию надавили, да, цена была снижена до, и составляет теперь полтора доллара в день. However, many countries in ECO are still paying up to $1,500 for a six-month supply. Но, тем не менее, многие страны из региона ВЕЦА до сих пор платят почти полторы тысячи долларов за курс 6 месяцев. This high price is responsible for the fact that only 11% of people who could have benefited from the drug had access. So, Johnson & Johnson's patent for bidequilin is set to expire in middle of 2023. Патент Johnson & Johnson's patent on bidequilin должен истечь где-то в середине 2023 года. However, they are seeking patent extensions. That could extend their patent until 2027. So, again, although government funded this drug's development, government doesn't have any ownership of the drug. Next. Дальше. Another example is pretominid. Еще один пример – это pretominid. As I'm sure you all know, pretominid is an important part of a regimen called BPAL, which is our only oral six-month treatment for XDR-TB. Вы, наверное, знаете, да? Pretominid – это важный составляющий препарат, схема, которая называется BPAL – бидоквилин, pretominid, линезолит. Это первая полностью пероральная шестимесячная схема лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Pretominid is owned by the TB Alliance. Права на pretominid принадлежат TB Alliance. TB Alliance is wholly reliant on public and philanthropic funding. TB Alliance – неприбыльная организация – полностью зависит от государственного финансирования и внешнего частного финансирования. И хотя цена на их препарат не такая высокая, как на бидоквилин, но она все равно до сих пор недопустимо высокая. И то, что должно было стать глобальным общественным достоянием, продается по цене в два раза дороже, чем была бы справедливая цена. Тоже интересно. Патент на pretominid истек в 2016 году. And yet TBA has filed for patents on the regimen formulation in many countries. Но тем не менее, TB Alliance подал заявки на патенты на формулу всей схемы во многих странах. So they did not, the patents have expired, there is no need to have a patent on the formulation. It is really just pure greed. Ну, это просто жадность, потому что патент уже, срок действия патента истек, да, никаких новых там препаратов не появляется, это просто жадность. Next. So let's look at COVID. Давайте теперь поговорим о COVID. So here again, there has been a lot, well, there has been a lot of money for COVID R&D from government, thank goodness. And here we also see that governments of various countries put huge money in the research in COVID-19. So an estimated between 7 to 9 billion dollars in the US. So an estimated between 7 to 9 billion dollars in the US. However, the vast majority of these funding agreements do not contain the access conditions. Next. I'm just going to give you some examples in terms of the vaccine companies. Pfizer received US 2 billion dollars. And wants to charge 20 dollars a dose. And wants to charge 50 to 60 dollars a dose. Johnson & Johnson received 1 billion dollars in funding. Johnson & Johnson получил миллиард долларов финансирования. They claim their price will be non-profit. But if they're not going to be transparent in terms of the cost of manufacturing, how are we to know? Especially because their price is 10 dollars. Which makes us think that this is absolutely not a non-profit price. Third, although these companies received vast amount of money from government and philanthropic sources. There are numerous companies that still haven't committed doses for low and middle income countries. So again, Pfizer has yet to commit any doses for low and middle income countries. Moderna has yet to commit any vaccine doses for low and middle income countries. Moderna has yet to commit any vaccine doses for low and middle income countries. They are leaving low and middle income countries with little to no supply. Next, please. So I just want to thank you and to flag. that these five conditions have been called for by MSF and DNDI as part of COVID-RND. Again, that's low and middle income countries have to have a seat at the decision making table. Open sharing of data and compounds. Open sharing of data and compounds. And sufficient production, including through technology transfer to other manufacturers. And finally, full transparency. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.